Главное событие недели — митинг против молдавских пошлин для Приднестровья. На центральной площади Террасполя собрались тысячи людей. Главное требование адресовано властям Молдовы. Хватит душить приднестровцев, оставьте нас в покое, мы мирный народ. Можно без натяжек сказать, что на подобных многотысячных митингах в конце 80-х и зародилось Приднестровье. Тогда народ протестовал против закона о языках, который ущемлял в правах подавляющее большинство жителей Левобережья. Последний раз столько людей с политическими требованиями выходили на площадь в 2006-м протестовать против молдавской таможенной блокады. И вот снова в Приднестровье люди вынуждены объединиться, чтобы защитить свои права, свое благополучие и свое будущее. Позор грабительным властям Молдовы! Позор! Пусть у них будет все хорошо, но мы хотим, чтобы нас не трогали. Где работать, где жить? Как жить? Мы хотим, чтобы была стабильность у наших детей, у наших внуков. Мира хотим. Позор им! Позор! 24 января. Главная площадь Приднестровья заполнена людьми. Последний раз такой многочисленный митинг в стране проходил 18 лет назад. Время идет, а лозунги на блокадах митингующих прежние. Молдова, прекрати! Нет блокады Приднестровья. Завтра в столице пройдет митинг-шествие против введения Молдовой таможенных пошлин. На время митинга перекроют центр столицы. Вечером, накануне митинга, МВД запретило парковать машины вдоль главной улицы Террасполя. Это требование безопасности. Митинг мирный. Все должно пройти спокойно. Сбор митингующих назначили на 10 утра. Семи движения по центральной улице Террасполя перекрыли. Весь автомобильный поток ушел на Карла Липнихта. Путь в пять кварталов. Машины проезжали 40 минут. Внутри заполненных троллейбусов едут люди со свернутыми плакатами. Потоки людей стекались к центральной площади с разных сторон. Шли по центральным улицам, по бульвару Гагарина. Те, кто приехал из Каменки, Дубасар, Рыбницы и других городов, оставили машины у парка Победа и примкнули к шествию со стороны университета. Каменка. Мы приехали и протестуем против решения властей Мондовы. Дубасар. Дубасар. Почему? Как почему? Чтобы поставили нас в покое. Место общего сбора выбрали не случайно. Театральная площадь в Террасполе в каком-то смысле сакральное место для Приднестровья. 2 сентября 1990 года на втором съезде депутатов всех уровней здесь превозгласили независимость Приднестровья. Здесь проходят инаугурации президентов. Здесь же проходил митинг в 2006 году, когда Молдова заблокировала Приднестровский экспорт. Пусть у них будет все хорошо, но мы хотим, чтобы нас не трогали. Пусть они живут богато, мирно. Что хотят, то и делают. Но только нас не трогают. Примерно в половине 11-го колонна двинулась к площади. К основному потоку продолжили примыкать люди. Ну кому это надо? В Приднестровье задушить надо. Чем могут, тем давят. А мы будем бороться с этим, как можем. За западу невыгодно, чтобы мы жили мирно. Им нужна война в Приднестровье, а нам нужен мир. Все дорожает, зарплаты остаются на месте. Нам как здесь жить? Как жить? Я не знаю, как выжить. У меня трое детей. Как выжить с тремя детьми при таких условиях? Это специально пытаются задушить Приднестровье. Чтобы мы здесь все побежали в Молдову, взяли молдавские документы и паспорта сделали себе. И жили как в Молдове, так и не хотят. Во имя наших детей, внуков, мы живем мирно, никому не мешаем. Работаем на своей земле. Поэтому такая вот солидарность, видите, сколько народу собралось. Среди плакатов и транспарантов часть на молдавском языке. Уникальная ситуация. Приднестровье, с которым сейчас так борется Молдова, остается единственным местом, где молдавскую культуру, письменность и язык ценят и сохраняют. Здесь молдавский язык государственный. В Молдове его заменили на румынский. Колонна растянулась на пять кварталов. Основная масса людей дошла до площади без 10-11. Митинг начался. Народный Приднестровский митинг объявить открытым. Трибуну возвели напротив ДДЮТ. На сцену поочередно поднимались работники предприятий, представители профсоюзов, молодежных организаций. На площади вместе с людьми президент, председатели Верховного Совета и правительства. Здесь же Игорь Смирнов, первый президент Приднестровья. У нас сотни людей, тысячи промышленников могут остаться в определенный момент без работы. Благодаря вот этим санкциям, которые товарищи с правого берега вводят против нас. Против простого народа. Не против власти, против народа. Неужто это есть европейская их демократия? Вы посмотрите, какие мы все сплоченные. Мы вышли для того, чтобы выразить свое мнение, свою точку зрения на все, на все происходящее вокруг нас. И хотим только одного – мира. Мира. Дайте спокойно жить людям, которые хотят только голубого неба, здоровья, благополучия и счастья всем людям, независимо ни от национальностей. Практически каждый, кто вышел на митинг, говорил в этот день о мире. Хотя никаких военных действий между Молдовой и Приднестровьем нет. Но это только формально. Люди понимают, что воевать в современном мире можно и без танков. Экономическое давление. Чем не оружие массового поражения? Это не народу надо. Это только верхушка, которая хапает, хапает и все никак не нахапается. А народ при этом страдает. Это Молдова крутит. Молдова крутит. Им все мало, им все надо отобрать, все забрать, чтобы ничего не было у нас. А мы ж мирный народ. Что не так? Мы не хотим войны, мы хотим мира. Если бы не власть Молдовы, мы бы жили дружно. Все деньги, которые Молдова у нас отнимает, это наши деньги. Это наши зарплаты, это наши пенсии, это наше все. Поэтому позор им. Позор. Они нас так любят, что уже готовы в объятиях задушить. То есть они нас обнимают уже настолько сильно, что мы уже дышать там нечем. И мы просим уже отпустить немножко вот эту любовь. В полдень митинг закончился. Все прошло мирно. А Молдова, давай жить дружно, это был основной посыл людей, вышедших на митинг. Мы не требуем чужого. Так не надо забирать и наши. Александра Гашицкая, Владимир Погоня. Отражение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова